В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью небольшие, днём умеренные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Везер западный 6-11 метров в секунду. Днём будут порывы до 12-14. А в горах порывы до 22. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 8 градусов мороза. Днём до 13. Тепла и местами плюс 1-6. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём будут порывы до 12-14. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днём 9-11 градусов тепла. Чемпионат профессионалов в Карачаево-Черкесской республике. Педагогический колледж имени Умара Хабекова стал площадкой для регионального этапа соревнований. В течение трёх дней конкурсанты демонстрировали свои знания, профессиональные навыки и умения. Участвовали в круглых столах с привлечением работодателей, а также проводили открытые уроки. Эти дни были насыщены и содержательны. Использовались активные методы и технологии обучения. Сочетались парные и индивидуальные формы работы. С каждым годом уровень и престиж соревнований растёт. А это только радует, отметила главный эксперт Тамара Хабчаева. Я думаю, что в будущей жизни им весь этот опыт пригодится. Хочу сказать, что победителя конкурса определит цифровая система оценки. И мы узнаем только по окончании чемпионата. Но я считаю и уверена в том, что проигравших в этом чемпионате не будет. Потому что у них будет опыт, очень сравненный опыт участия в таких соревновательных мероприятиях. У них есть замечательная возможность проверить на практике, свои теории и знания применить. Ну и, конечно же, вот эти ощущения соревновательного духа. Потому что целую неделю быть в таком тонусе и выдержать эту нагрузку достаточно тяжело. Я думаю, что участники в целом очень хорошо справились. Подробнее о чемпионате в наших следующих выпусках Вестей в 14.30 и 21.05. Помощь может оказать любой желающий. 31 марта в госпитале для тяжелобольных животных «Белый клык» состоится общегородской субботник. Неравнодушные жители нашей республики могут принять участие в благом деле. Госпиталю требуется помощь по уборке территории и клеток, покраске вольеров, купании и кормлении животных. Также приветствуется любая посильная материальная помощь. Вы можете принести корма, лекарства, старые одеяла и подушки для обустройства вольеров. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Крачаева Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok